Дорогие товарищи! Телевидение Советского Союза начинает репортаж о праздновании 68-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции в столице нашей Родины, в городе-герои Москве. Работают все телевизионные станции страны. Программа «Восток», космическая телевизионная система «Орбита». Репортаж будет передаваться по каналам Интервидения. Через несколько минут мы включим Красную площадь. КОНЕЦ КОНЕЦ Внимание, товарищи! Говорит и показывает Москва. Приглашаем вас на праздничную Красную площадь. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День, открывший 68 лет тому назад, новую эпоху в истории человечества. Красная площадь. Неповторима она сейчас в эти волнующие минуты перед началом торжеств. Спасская башня. Кремлевские куранты. Государственный флаг нашей Родины. Празднично украшены древние стены Кремля. Величавый герб СССР. Гербы союзных республик. Красная площадь. Для советского человека нет места священнее и дороже. Здесь, говоря словами поэта, каждый камень Ленина знает. Сейчас, дорогие товарищи, мы увидим уникальные, бесценные кадры кинохроники. Владимир Ильич Ленин на Красной площади. Владимир Ильич Ленин на Красной площади. Но заложенные нами здания социалистического общества не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети. 25 мая 19-го года. Ленин принимает парад всеобуча. Участники парада демонстрировали свою решимость защищать Республику Советов от врагов рабочего класса. Сегодняшний праздник, говорил Ильич, показывает, каких успехов мы достигли. Какая новая сила растет в недрах рабочего класса. Когда мы смотрим на этот парад, мы становимся уверенными, что советская власть завоевала сочувствие рабочих всех стран. Красная площадь, ноябрь 1919 года. Владимир Ильич Ленин был среди народа, отмечающего свой великий праздник. Железная поступь красноармейцев напоминала врагам революции, что сила молодой Советской Республики несокрушима. Глядимся в эти кинокадры. Вечно живой образ Ильича. Ленин на Красной площади. В праздничном убранстве Красной площади словно сфокусировано то главное, за что мы боремся, чем живем. Лозунг рожденной революции. Мы наш, мы новый мир построим. Призывы, отразившие наши сегодняшние устремления, успешно завершим 11-ю пятилетку, 27-му съезду КПСС, достойную встречу. Красная площадь. Все здесь в ожидании праздника. Построены войска для парада. На трибунах Красной площади мы видим ветеранов партии, передовиков производства Москвы и Подмосковья, лучших людей, заводов и фабрик, строек, полей и ферм. Здесь известные советские ученые и космонавты, деятели литературы и искусства. Много зарубежных гостей со всего мира. Время приближается к десяти. К началу военного парада и праздничного шествия москвичей. На трибуну Мавзолея поднимаются руководители КПС. КПСС. КПСС. Присутствующие на Красной площади горячо приветствуют генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Членов и кандидатов, члены Политбюро ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС. 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 Здравствуйте, товарищи! КМПС! КПСС. Поздравляю вас с 68-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! КПСС. Маршал Соколов поздравил с праздником слушателей военной академии имени Фрунзе и направился к строю военно-политической академии имени Ленина. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 68-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. В сегодняшнем параде участвуют военные академии, высшие военные училища, воздушные десантники, морская пехота, пограничники, мотострелковые, танковые и артиллерийские части, а также подразделения противовоздушной обороны и ракетных войск. Поздравляю вас с 68-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Советская армия и военно-морской флот родились под красными знаменами Октябрьской революции и с честью пронесли их через огонь сражений гражданской и Великой Отечественной войны. Нынешняя сложная международная обстановка вынуждает наше государство принимать необходимые меры для поддержания на должном уровне своей обороноспособности с совершенствованием вооруженных сил. Советские воины всегда готовы выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Великой Отечественной войны Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 68-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! 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 Министр обороны и командующий парадом продолжают объезд пульсик. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 68-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! 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 Это было незабываемое, волнующее зрелище! Тогда по площади, звеня боевыми орденами и трудовыми наградами, прошли ветераны Великой Отечественной, отцы и деды вот этих молодых офицеров. В вооруженных силах страны за последние годы произошли коренные изменения, но по-прежнему остается на вооружении армии флота бесценный опыт Великой Отечественной войны. Сейчас маршал Соколов и генерал-полковник Архипов направились на площадь имени Пятидесятилетия Октября. Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Подготовка к нему шла под девизом 27 съезду КПСС «Наш самоотверженный ратный труд». Великой Отечественной войны Объезд войск закончен. Маршал Советского Союза Соколов поднимается на трибуну «Мавзолея». Сейчас прозвучит сигнал «Слушайте все» и министр обороны СССР произнесет речь. «Мавзолея» 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 Товарищи воины советских вооруженных сил, трудящиеся Советского Союза, Уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета КПСССР, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства приветствую и поздравляю вас Всенародным праздником 68-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции. Вместе с советскими людьми день рождения первого в мире социалистического государства Отмечают народы социалистических стран все прогрессивное человечество. 68 лет назад над миром взошла заря свободы и социальной справедливости. Великий Октябрь открыл новую эпоху, эпоху перехода от капитализма к социализму. Положил начало переустройства общества в интересах самих трудящихся, без эксплуатации человека человеком. Идеи и дело Великой Октябрьской Социалистической Революции стали знаменем нашего времени. Свидетельством тому является упрощение реального социализма, живое воплощение марксистско-ленинской теории. Трудом и талантом всех поколений советских людей создано общество, олицетворяющее собой высшее достижение человеческой цивилизации, общество социальной уверенности, справедливости и подлинного народовластия. Социализм все полнее раскрывает свои возможности и принципиальные преимущества над капитализмом. Возрастает притягательная сила его примера, бесценного исторического опыта. Поистине героический путь прошел советский народ под руководством коммунистической партии. Это путь новаторского поиска, борьбы и самоотверженного труда широчайших масс. За это время мы превратили нашу страну в могучее социалистическое государство. Торжеством советского строя стала великая победа над германским фашизмом и японским империализмом, сорокалетие которой наш народ отметил в этом году. Нет силы, которая могла бы одолеть народ, ставший творцом своего счастья. Во всем, чего мы достигли, неизмерима велика роль ленинской партии. Верности марксизму-ленинизму в научно обоснованном реалистическом подходе к решению ключевых проблем сегодняшнего и завтрашнего дня залог успехов во всех сферах ее деятельности. Горячее одобрение и единодушную поддержку воинов армии и флота, как и всех советских людей, получили решение апрельского и октябрьского 1985 года пленумов Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. С большим воодушевлением они восприняли проект новой редакции программы КПСС, другие предсъездовские документы. Сегодня партия взяла курс на ускорение социально-экономического развития страны на основе научно-технического прогресса, на всемирное укрепление дисциплины и порядка во всем. За три пятилетки на путях интенсификации экономики предстоит обеспечить прирост промышленного потенциала, равный тому, что создан за все предшествующие годы советской власти. Такие темпы диктует сама жизнь. Необходимость повышать благосостояние советских людей, держать обороноспособность страны на уровне, гарантирующем безопасность нашего государства и его союзников. Советский народ готовится достойно встретить 27-й съезд Коммунистической партии, добросовестно работать на общее благо, строго соблюдать дисциплину, проявлять ответственность и инициативу, заботиться об интересах государства – вот что требуется сейчас от каждого советского человека. главные лозунги дня – это темпы, качество, организованность, бережливость, рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Все это необходимо для того, чтобы наша экономика стала более мощной, а жизнь советских людей материально и духовно еще богаче, полнокровнее, содержательнее. Созидательная деятельность советского народа осуществляется в условиях сложной международной обстановки, возрастающей угрозы со стороны агрессивных империалистических кругов. В мире активизировалась деятельность тех сил, которые пытаются демонтировать важнейшие завоевания периода разрядки, обрести военное превосходство над социалистическим содружеством. Наибольшую опасность представляют сегодня развязанный Соединенными Штатами Америки новый виток гонки ядерных вооружений, их планы милитаризации космоса. Своими конструктивными предложениями, новыми мирными инициативами, включая осуществление крупных мер в одностороннем порядке, Советский Союз демонстрирует искреннее стремление устранить угрозу ядерной катастрофы, оздороветь международный климат. Сознавая свою ответственность за судьбы мира, наша страна делает все возможное, чтобы разорвать порочный круг гонки вооружений, резко снизить уровень военного противостояния, обеспечить поворот от конфронтации к разрядке, к широкому международному сотрудничеству в интересах мира и прогресса. В условиях взрывоопасной международной обстановки, когда военная угроза со стороны сил империализма не ослабевает, Коммунистическая партия и Советское государство свято выполняют заветы Ленина о защите социалитического Отечества, неустанно укрепляют экономическую и оборонную мощь государства, оснащают вооруженные силы всем необходимым. Мы не допустим слома военно-стратегического равновесия между Советским Союзом и Соединенными Штатами, организацией Варшавского договора и НАТО. Сегодня экономическая мощь Советского государства, его научно-технический потенциал таковы, что никто не должен сомневаться в способности и решимости нашего народа ответить на любой вызов, отстоять в социалистические завоевания. Благородным целям защиты мира служит крепнущее единство стран могучего социалистического содружества. вооруженные защитники социалистической Родины, воспитанные в духе беспредельной преданности к коммунистической партии, своему народу, верные революционным и боевым традициям, надежно стоят на страже мирного созидательного труда советских людей. Новыми успехами в повышении бдительности боевой готовности воинских частей и кораблей они готовятся встретить очередной 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. В едином боевом строю с воинами армии государств участников Варшавского договора советские воины всегда готовы с честью выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Да здравствует 68-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Слава доблестным вооруженным силам Союза Советских Социалистических Республик! Да здравствует Ленинская Коммунистическая партия Советского Союза руководящая и направляющая сила Советского общества! Ура! О'ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО КОНЕЦ 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 Прозвучал гимн Советского Союза. Отгремели залпы артиллерийского салюта в честь 68-й годовщины Велико-Октябрьской социалистической революции. КОНЕЦ ПАРАД! КОНЕЦ БОНЕЦ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ МАРШАУ, Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечу! Равнение направо! Шагом! Марш! Начинается торжественный марш! Воспитанники Московского военно-музыкального училища задают ритм прохождения пешему строю 120 шагов в минуту. Воспитанники Московского военно-музыкального училища продажа с прорывом в минуту. Воспитанники Московского военно-музыкального училища задают ритм прохождения пешему строя. На Красной площади военной академии советских вооруженных сил Парад открывает военная академия имени Фрунзе Она создана по инициативе Владимира Ильича Ленина в 1919 году На знамени академии ордена Ленина Октябрьской революции Суворова и Красного знамени Многие ордена социалистических стран Этих наград академия удостойна за подготовку командного состава Здесь учились видные советские военачальники Жуков, Конев, Рокоссовский, Соколовский, Колбухин, Чуйков, Баграмян В годы Великой Отечественной войны выпускники академии командовали фронтами, армией, соединениями Участвовали в разработке боевых операций советских вооруженных сил Золотой звездой героя отмечены подвиги около 700 воспитанников академии А 27 ее питомцев стали дважды героями Советского Союза Военно-политическое орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия имени Ленина Политические работники вооруженных сил Их и сейчас называют высоким революционным словом, комиссар Задача политработников воспитывать солдат и офицеров в духе заветов Владимира Ильича Ленина О защите социалистического отечества, укреплении могущества нашей Родины Не только словом, но и делом, примерной службой Учат воинов политические бойцы партии В строю парадный расчет военной орденов Ленина Октябрьской революции Суворова Академии имени Дзержинского Ровно через месяц исполнится 165 лет со дня основания этого старейшего военно-учебного заведения Его питомцы внесли весомый вклад в развитие военной науки Создание новых совершенных конструкций военной техники и вооружения Повышение боевого потенциала советских вооруженных сил 68 воспитанников Академии стали героями Советского Союза 21 героями социалистического труда Работы 227 ее питомцев отмечены Ленинской государственной премией Ныне Академия стала крупным военно-научным центром Здесь разрабатываются новые формы и методы обучения Совершенствуется подготовка специалистов Военные орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной Академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского В Академии учились маршала Советского Союза Соколов, Ахромеев, Куркоткин, генерал армии Шкадов Нынешние ее выпускники обладают высокой военной и технической подготовкой Военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная Академия имени Куйбышева Одно из самых старых военных учебных заведений наших вооруженных сил Здесь готовят военных инженеров, командиров инженерных частей Впереди пехоты шли в бой саперы Они прокладывали проходы в минных полях, наводили мосты, сламывали укрепления врага Военная ордена Октябрьской революции Краснознаменная Академия химической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко Академии готовят специалистов по защите войск от оружия массового поражения Многие преподаватели и слушатели Академии в мирное время награждены боевыми орденами На Красной площади военно-воздушная академия имени Гагарина На ее боевом знамени ордена Красного Знамени и Кутузова На всех фронтах гремела слава о подвигах летчика, воспитанных этой академией 647 стали героями Советского Союза 38 удостойны Золотой Звезды дважды Среди окончивших академию, трижды герой Советского Союза, маршал авиации Кожедуб В строю военные летчики Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия имени профессора Жуковского Она создана в 1920 году Главный маршал авиации Вершинин, Жигарев Известные во всем мире советские авиаконструкторы Ильюшин, Микоян, Яковлев Первый космонавт Юрий Гагарин Окончили эту академию В парадном строю отличники учебы Передовики социалистического соревнования За достойную встречу 27-го съезда партии На площади реет военно-морской флаг Идут курсанты Черноморского высшего военно-морского училища Дальних походов на просторах Мирового океана За тысячи миль от родной земли Выполняют военные моряки учебно-боевые задачи Несут свою многотрудную службу Наш флот, оснащенный новейшей техникой Силен и могуч Но он никому не угрожает Он, как и все наши вооруженные силы Служит целем обороны страны Защите ее государственных интересов В парадном строю гвардейцы Воздушные десантники Все они коммунисты и комсомольцы Люди твердой воли, сильные, ловкие Десантник он и сапер, и радист, водитель и разведчик Мобильность и внезапность, смелость и отвага Боевые качества воинов, воздушно-десантных войск Московская высшая пограничная командная ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище имени Моссовета Днем и ночью на суше и на море На всем протяжении государственной границы Бдительно несут службу воины-пограничники Идут годы Сменяются поколения Сыновья заменяют своих отцов на заставах и кораблях И этих парней ждет служба почетная и ответственная На марше сводный полк морской пехоты Его воины воспитаны на славных боевых традициях Вспомним солдат в бескозырках, стоявших насмерть у стен столицы Вспомним матросов, оборонявших Ленинград Морские бригады под Сталинградом, оборону Одессы, Новороссийской Десантники гордятся тем, что служат в полку В списках которого навечно числится герой Советского Союза Цезарь Кунинг В боях испытаны, в огне проверена морская гвардия для недругов гроза Орденов Ленина Октябрьской революции Краснознаменно именит Зержинского дивизия внутренних войск История дивизии хранит имена бойцов смелых и мужественных Зержинцы охраняли штаб Октябрьской революции Смольный Сражались на фронтах гражданской Великой Отечественной войны В наше время подразделения внутренних войск не раз оказывали Помощь людям при стихийных бедствиях Главная должность в этих войсках – Часовой На посту Часовой выполняет задачу боевую В праздничном строю воспитанники Московского и Калининского Суворовских военных учеников Традиции мучилища верны Мы с армией судьбу свою связали Мы в будущем защитники страны Такую мы профессию избрали Сегодня в парадных расчетах академий и частей Мы видели многих питомцев-учеников В колонии военно-политической академии имени Ленина Сегодня прошел полковник Гореликов А в строю суворовцев сейчас идет его сын Андрей Он отличник учебы В парадном строю Нахимовцы Питомца Ленинградского Нахимовского военно-морского училища Эти ребята мечтают о службе морской И упорно готовятся к ней Учатся они, сердно-старательно Постигают основы военно-морского дела Пройдут годы, станут они командирами подводных и надводных кораблей Но сколько бы лет ни прошло В сердце каждого останется Венинград, крейсер, аврона Парадную колонну в пешем строю замыкает Московское высшее общевойсковое командное ордена Ленина Краснознаменное училище имени Верховного Совета РСФСР Идут кремлевские курсанты Созданные по личному указанию Владимира Ильича Ленина Училище начало готовить красных командиров в декабре 1917 года Ленин был избран почетным курсантом и почетным командиром училища Которое тогда носило название Школа в ЦИК Михаил Васильевич Фронзе отмечал, что Школа в ЦИК Кровью лучших бойцов запечатлела свою преданность пролетарской революции Гражданская война, Великое Отечественное 79 питомцев училища стали героями Советского Союза В строю будущие офицеры Марш частей и подразделений в пешем строю закончен Красная площадь готовится принять механизированную колонну парада Перестраивается сводный оркестр Заняли места офицеры-регулировщики Корректор А.Кулакова На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. Идет боевая техника гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени Калинина. Это одна из первых дивизий удостоенных звания гвардейской. Ее боевой путь прошел через сражения под Смоленском и Ельней, на Кубани, на Таманском полуострове, в Крыму и в Прибалтике. 33 воина Таманца стали героями Советского Союза, шестеро – полными кавалерами Ордена Славы. В этот год, год сорокалетия Великой Победы, ратные дела и имена фронтовиков Таманца с особой гордостью вспоминают нынешние воины прославленной дивизии. Они достойно несут славу родного соединения. В парадном строю мотострелки на бронетранспортерах и боевых машинах пехоты. Нынешние пехоты – это высокомеханизированные части, способные к быстрому атакующему маневру и надежной обороте. Постоянная боевая учеба мотострелков сделала этих юношей отличными специалистами своего дела, решительными и умелыми воинами. Проходят мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты. Хорошо вооруженные и быстрокодные, эти машины могут прорываться в глубину обороны противника, вести бой в высоком темпе, способные форсировать водные преграды и совершать стремительные броски по бездорожью. На боевых машинах десанта подразделения воздушно-десантных войск. Воины крылатой пехоты. На недавних учениях один из тех, кого мы видим сейчас на машинах, гвардии рядовой Сергей Мехет, совершил мужественный поступок. Во время десантирования порывом ветра его бросило на купол паратута товарища. Он мог смять, погасить его. Но Мехет не растерялся и умелыми действиями предотвратил беду. Испытание на мужество, войсковое товарище, товарищество, профессиональное мастерство, гвардеец выдержал с честью. Как будто единым стальным монолитом идут на Красной площади танки гвардейской Кантемировской ордена Ленина краснознаменной дивизии имени Андропова. В важнейших битвах Великой Отечественной сражались Кантемировцы. Это Воронеж, Сталинград, Курская Дуга. Это освобождение Польши и Чехословакии. Гвардейцы-кантемировцы наших дней продолжают славу фронтовиков успехами в боевой и политической подготовке. В числе правофланговых сейчас механик-водитель гвардии сержант Евгений Беседин. В нынешнем году он завоевал право участвовать в юбилейном параде победы. А этот военный парад у него третий по счету. Не каждому выпадает такое за годы службы. На Красной площади колонна артиллерии, части противовоздушной обороны, подразделения ракетных войск. Артиллерия. Богом войны назвали ее в годы Великой Отечественной. Да, артиллерия была главной огневой силой сухопутных войск. Сокрушительным огнем сметала она укрепление врага, уничтожала его боевую технику, прокладывая путь к победе. Пятьсот артиллерийских частей заслужили звание гвардейских. Идут зенитные ракетные подразделения. Эффективность этого вида вооружения, умение каждого воина. Мы расскажем о механике-водителе зенитной пусковой установки гвардии рядовом Михаиле Евтеевне. На учениях ему предстояло провести свою боевую машину по болотистой низине и вывести ее на огневой рубеж в точно указанное время. Он понимал, от того, как будет действовать, насколько надежно поведет себя машина, зависит успех в решении поставленной задачи. И механик-водитель отлично выполнил боевое задание. Экипаж первой ракетой поразил низколетящую цель. Мастерство. Это прежде всего труд, непрестанный труд, говорит передовой воин Михаил Евтеев, участник сегодняшнего парада. В годы войны для уничтожения одного вражеского самолета зенитчикам требовалось 600-700 снарядов. Сегодня одна ракета. Нынешние ракеты самостоятельно наводятся на указанную цель, могут уничтожить воздушного противника на большой высоте. Но войска ПВО – это не только ракеты. Это новейшие средства предупреждения о воздушном нападении. Это всепогодные ракетоносные истребители-перехватчики. Противовоздушная оборона страны всегда на чеку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На марше гвардейский зенитно-ракетный Утиловско-Кировский орден Ленина полк ПВО. История этой прославленной части берет начало в октябре 1917 года. Владимир Ильич Ленин дал тогда указание построить на Путиловском заводе бронепоезд с зенитными пушками. Путиловцы построили бронепоезд, укомплектовали его своими людьми, стали первыми воинами полка, прошедшего со славой года революции, гражданской и Великой Отечественной войны. ВОЕННЫЙ ПАРАД ВОЕННЫЙ ПАРАД В честь 68-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции заканчивается. Он продемонстрировал высокую готовность советских воинов охранять мирный труд нашего народа, исторические завоевания социализма. Слава доблестным вооруженным силам СССР! ВОЕННЫЙ ПАРАД ВОЕННЫЙ ПАРАД ВОЕННЫЙ ПАРАД МОТОР ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да здравствует 68-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! Ура! Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, руководящая и направляющая сила Советского Общества! Ура! По ступеням мавзолея поднимаются самые юные участники праздника. Ребята в красных галстуках дарят цветы и улучают алые банты руководителям Коммунистической партии и Советского государства. Это стало доброй традицией торжеств на Красной площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Строгие цвета военного парада сменяются яркими красками начинающейся демонстрации представителей трудящихся столиц. Встретим 27-й съезд КПСС самоотверженным трудом. Таков главный девиз сегодняшнего праздничного шествия москвичей. Слава Великому Октябрю, открывшему новую эпоху в истории человечества, эпоху перехода от капитализма к социализму и коммунизму! Ура! КОНЕЦ Знамя столицы. На алом полотнище золотая звезда города-героя, два ордена Денина, орден Октябрьской революции. Так отмечен ратный и трудовой подвиг Москвы. Города, который у всех на виду, на который равняется вся страна. Да здравствует марксизм-ленинизм! Вечно живое революционное интернациональное учение! Ура! Ура! Всю шею Красной площади заполняют сейчас демонстранты. Они движутся девятью мощными потоками. Ближе к Морзолею колонны Москворецкого района, за ним Пролетарского, Ленинского, Краснопресненского, Крунзенского, Свердловского, Дзержинского, Бауманского, Калининского. Транспаранты, макеты машин и приборов, красочные панно, иллюминированные установки. Трудовая Москва рапортует о том, чего смогла добиться, встречая праздник октября, завершая пятилетку. Промышленность города досрочно справилась с планом в десяти месяцах. Выпущены дополнительные продукции на сотни миллионов рублей. 320 тысяч москвичей в ходе предоктябрьского соревнования рапортовали о выполнении годового задания. Ну а чаще всего на праздничных транспарантах, пожалуй, повторяются сегодня такие слова. Научно-технический прогресс, реконструкция, автоматизация. Вместе со всей страной Москва вступает в пору ускорения социально-экономического развития, ускорения всей нашей жизни. Слава большевикам-ленинцам, ветеранам партии, героям октября, всем борцам за победу социализма! Ура! Сегодня среди почетных гостей Красной площади участники Октябрьского пленума ЦК КПСС. Нина Федоровна Миновалова, ткачиха Московского шелкового комбината «Красная роза» и токарь Суралмаша Анатолий Максимович Королев. На их рабочем календаре уже 12-я пятилетка. И за свой труд, хороший доблестный труд, они удостоены звания героя социалистического труда. Анатолий Максимович, что вы цените больше всего? Вы знаете, это честность и преданность. Сейчас во всех бригадах, цехах отдела идет обсуждение новой редакции программы партии. Все коммунисты и беспартийные понимают, что речь идет о том, как мы должны работать и жить. Не только, наверное, как и мы, но наши дети. Ведь программа устремлена в будущее. Только так, конечно, да. Программу это выполняет не только нам, но и нашим детям и внукам. Программа этого будущего. Анатолий Максимович, вот вы говорите о том, честно трудиться, честный труд. Ведь честный труд и честь слова одного корня. Да, правильно, конечно. Вы знаете, сейчас задачи перед нами такие поставлены, что мы должны, то, что раньше делали за года, сейчас буквально за месяц должны делать. То есть кардинально повышать производительность труда и качество выпускальной продукции. В ответ на призыв партии уралмашевцы вот уже в 1986 году решили выпустить, выпускать гораздо больше новых насосов, что позволит буревикам, нефтяникам Тюмени увеличить производительность труда в 20-25%. А металлургам магнитки построить машину непрерывной разливки стали по своим аналогам, отвечающим мировым стандартам. Субтитры создавал DimaTorzok Смешно завершим одиннадцатую пятилетку. Этот призыв тысячекратно повторяется сегодня в праздничных колониях. Завершается пятилетка. И сегодня здесь, на Красной площади, давайте вспомним, что намечали мы сделать, вступая в пятилетку одиннадцатую, что воплотили в жизнь. Намечалось построить Байкало-Амурскую магистраль. Год 1984. В канун праздника октября по всему БАМу открыто рабочее движение поездов. По размаху строительства, сложности технических проблем, у БАМа нет аналогов мировой практики. Досрочно, на год раньше, чем было намечено в ланами пятилетки, магистраль сдана в строй. В праздничном репортаже мы продолжим рассказ о наиболее важных событиях одиннадцатой пятилетки. Нам партия дала большие крылья, мечту, что смело просится в полет. Мир небывалый строит наш народ, легенду сделав рукотворной былью. Сегодня все, кто смел и честен с нами, и в этом нашей светлой правды суть. Святым огнем нам осеняет путь, испытанное ленинское знамя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На трибуне Мавзолея сегодня почетный гость праздника. Генеральный секретарь ЦК Рабочей партии Эфиопии, председатель Временного военного административного совета Социалистической Эфиопии Менгисту Хайле Мариам. Пока планета еще жива, пока солнце мечтают весны, На жизнь предъявим свои права, пока не поздно, пока не поздно. Земля как сердце у нас в груди, здесь наше небо и наши гнезда, Еще не поздно ее спасти, еще не поздно, еще не поздно. Рядом, рядом радость и беда, надо, надо твердый дать ответ Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет. Рядом, рядом радость и беда, надо, надо твердый дать ответ Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет. Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет. Все злее атом и все страшнее, все ближе ужас, Разрывов грозных, еще немного ночей и дней, И будет поздно, и будет поздно, планета крикнет, укрой меня! От этой тучи, от смертоносной, укрой от грозной волны огня, Пока не поздно, пока не поздно. Рядом, рядом радость и беда, надо, надо твердый дать ответ И еще с двумя гостями нашей трибуны мы хотели бы вас познакомить. Оба они приехали недавно из Афганистана. Тамара Петровна Губанова работала там в больнице. Медицинский отряд, в который она входила, проделал десятки экспедиций, чтобы провести профилактические осмотры. А если нужно, то и оказать необходимую медицинскую помощь афганским детям и женщинам. А Анатолий Захар Чертков строитель. Несколько лет он руководил группой советских специалистов, которые работают в Кабульском домостроительном комбинате. Там он награжден Орденом Дружбы Народа Афганистана. Орденами, медалями Демократической Республики Афганистан награждены многие советские специалисты, в том числе строители, которые работают на Кабульском домостроительном комбинате. Комбинат осуществляет комплексную застройку многих микрорайонов города Кабула. Город меняет свой облик с каждым годом. Советские специалисты совместно с афганскими инженерами, техниками, рабочими, рука об руку, претворяют новые идеалы жизни. Микрорайоны включают в себе все комплексы жилищного строительства, благоустроенные квартиры со всем инженерным обеспечением. Советские специалисты передают свой богатый опыт, выполняя свой интернациональный долг. Афганские же товарищи очень плодотворно, очень с большим пониманием своих задач принимают этот богатый опыт советских специалистов. И, пользуясь случаем, хотелось бы передать большой привет советским специалистам, афганским товарищам Латифу Нурзаду, товарищам Хакири, Хамиду, Сангину. Передать большой привет и поздравления с праздником и пожелать им больших успехов в их большой работе по строительству новой жизни демократического Афганистана. Слово политическому обозревателю Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борису Калягину. Пожалуйста. На сотнях знамен и транспарантов, которые проносят по Красной площади, начертаны простые, близкие нашему сердцу слова. Октябрь и мир. Есть между ними глубокая внутренняя связь. Декрет о мире был первым внешнеполитическим актом страны октября. И сегодня Советский Союз использует весь свой огромный международный авторитет во имя достижения жизненно важной цели – избавления человечества от ядерной катастрофы. Мы хотим мирного будущего для наших детей, для успешного строительства коммунистического общества. Это отражено в проекте новой редакции программы КПСС. Важнейший документ нашей партии вновь подтверждает, что мирные инициативы Советского Союза – это не тактический шаг. Это стратегическая линия партии, которая видит историческое призвание социализма в том, чтобы избавить человечество от ядерной катастрофы. Особенно широкий резонанс в мире получили последние мирные предложения, высказанные Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы предлагаем простые и ясные вещи. Сократить наполовину соответствующие ядерные вооружения Советского Союза и Соединенных Штатов. Закрыть наглухо дверь, ведущую к размещению оружия в космосе. Остановить и повернуть вспять процесс накопления ядерных ракет в Европе. Международное сообщество ждет от Соединенных Штатов конструктивного ответа на эту важнейшую инициативу. Ведь благодаря ей возникла уникальная возможность достигнуть историческое соглашение, которое положило бы начало всемирному процессу разоружения. Эта возможность создана благодаря политике нашей страны. Это особенно хочется подчеркнуть сегодня, в день рождения нашего государства. Государство октября, первым декретом которого стал декрет о мире. Слово рабочему первого московского приборостроительного завода кавалеру Ордена Трудовой Славы Александру Григорьевичу Хохлову. Глядя на праздничную Красную площадь, на уверенную поступь трудовой столицы, еще раз убеждаюсь в мыслях о том, что под руководством нашей ленинской партии все нам по силу, все задачи по плечу. А задачи перед нами, как мы знаем, стоят нелегкие. Страна вступает в важный, исключительно сложный и ответственный этап своего развития. Этап, который по оценке Октябрьского пленума должен стать переломным. Мы должны дать усиление в экономике и во всей нашей жизни. Пути усиления четко определены в новой редакции программы нашей партии и в других предсъездовских документах. Великому Ленину слава! Коммунистической партии Советского Союза слава! Великому советскому народу, строителю коммунизма, слава! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ